Итак, всем доброго времени суток! Сегодня в этом видео мы пойдем на мой огород. Посмотрим, что у меня там наросло. Меня уже спрашивают и подписчики, и друзья, и голландские друзья. Ну как там твой огородик? Я уже там была, конечно же, вырывала кое-что, уже съела. Но последний раз я, наверное, там была неделю назад или две, потому что жуткий дождь каждый день, и как-то вообще нет сил туда доходить. Но не суть. Сегодня мы пойдем вопреки дождю, ветру и серости на улице. И я не просто покажу, что у меня наросло, а мы еще и еще засниму, как я туда иду. Сколько мне надо пройти, чтобы туда попасть. Вот, так что идем вместе в капюшоне. Итак, мы начинаем наш путь. Значит, от моего дома до этого мостика где-то метров пятьдесят. Значит, надо перейти мостик и повернуть налево. А теперь идти прямо по этой дороге, прямо до самого конца. Теперь повернуть направо и тоже двигаться по дороге. Ветер дует мне в лицо, объектив камеры уже запрызган каплями дождя, но мы идем, идем прямо и поворачиваем направо. Мимо нас пронесся черный плащ, а мы идем. Идем также прямо, прямо, прямо. Это лето в Нидерландах. Обязательно дождевичок, дождевичок. Сапожки резиновые, сапожки резиновые. Так, а здесь мы проходим мимо тополей, про которых я рассказывала вот в этом вот видео. И видите, сейчас они цветут, они все зеленые. Несмотря на то, что они полые, но они цветут. Это очень красиво. А мы идем дальше. Так, и наконец-то мы пришли сюда, и нам надо еще пойти прямо и повернуть налево. Входим в ворота. И здесь такая есть полянка, на которой меня всегда встречают ромашки, васильки и маки. Итак, вот, наконец-то мы дошли до моего огородика, до моего участка. Вот мы видим мои грядочки, которые заросли, так сказать, но ничего. И это моя капуста пекинская. Я, кстати, взяла на заметку лайфхак, который мне посоветовали. Спасибо большое, мне помогло, капусточка завязалась. Вот она моя красотка, уже листья пожелтели кое-какие, но все-таки она красивая и вкусная. Я уже приготовила салат. А эта цветная капуста из шести у меня выжила только одна. Это уже тоже надо снимать и кушать. Мои томатики, они еще не покраснели, потому что очень много дождей. А моя гордость кабачок. Я так жду кабачок. Так хочу много кабачков, прям не могу. Так, и, конечно же, укроп. А в Нидерландах укроп это редкая специя. Здесь она, наверное, маленький кустик, 2 евро стоит. И у меня моркови насажены, наверное, 3 гряды. А все потому, что год назад я была беременна. И я хотела так много есть моркови. Просто вы не представляете. И когда я получила этот участок, я сказала себе, все, засею все моркови. Ну, пока она еще маленькая. Зеленый базилик. Я люблю делать домашнее песто. Черный базилик. Конечно же, господи, не петрушка, а сельдерей. Ну, а сейчас время. Значит, я возьму сегодня одну капусту. Сейчас отрублю от нее корни. Основание. Какие-то листики достанутся нашей крольчьи химели. А что-то мы сидим сами. Самое вкусное. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, вот так вот как-то выглядит мой огород, который зарос. Но на нем все растет. Это самое главное. Ну, тут пришел, конечно же, мой помощник. Так, он завалился. Ну, ничего страшного. Итого у меня здесь рукола, маленькая-маленькая морковка, капуста пекинская, укропчик и где-то здесь вот сельдерейшка. Ну, все довольны, и мы сейчас поедем домой.